С городом. Радио. Радио. Болтком. Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на радио.болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Открываем мы программу, не ящик Пандоры, а программу климат-контроль. С нами на прямой связи журналист, учёный, журналист, пишущий о науке, морской геолог Константин Рангс. Доброе утро, Константин. Здравствуйте. Доброе. Доброе. Мы вот хотели поговорить о столбиках, о Париже, об электромобилях, но вот я просто, если можно, просто, может быть, короткий комментарий. Я смотрю, что Нью-Йорк переживает вообще очень тяжёлые времена. Там, по-моему, с 1 сентября даже мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение из-за урагана Ида, который обрушился вот сначала на штат Луизианы. Вот он добрался до Нью-Йорка. Проливные дожди. И не справляется ливневая канализация с потоками воды. И там выкладывают, судя по роликам, которые гуляют по интернету, где машины затоплены до середины, где люди плавают, надувают эти матрацы, там просто передвигаются по улице вплавь. И жители первых этажей снимают страшные просто картины, когда вода врывается в их квартиру и просто говорят, ну, это Титаник. Вот натуральные съёмки Титаник, просто вода вырывается, и потоком всё сметает по своему пути. И там люди ходят просто по пояс в воде, в своей собственной квартире на первом этаже. То есть вот мы видим, ну, и метро, естественно, подземка не работает, потому что её тоже залило страшно. И, в принципе, в городе чрезвычайная ситуация. Ну, надо сказать, что, к сожалению, уже вот только что я видел новости о том, что 46 погибших в результате вот этого удара в штат Нью-Джерси, Нью-Йорк. И, в общем-то, ситуация довольно-таки грустная. И надо заметить, что, в принципе, ещё несколько лет тому назад говорили о том, что может быть учащение этих ураганов. И что вы, заметьте, самое интересное. Ведь ожидали, что самый сильный удар будет по Новому Орлеану. Когда вот этот... Как вот тогда будет вообще всё, по новой пойдёт, даже сильнее, чем Катрина в 2005 году. Но там, да, там обесточен город, но такого не произошло, как ожидали. То есть там, по-моему, двое или четверо человек погибло. Всё равно трагедия, но это было меньше, чем ожидаемо. И вместе с тем вот сейчас вот удары ураганов по восточному побережью США, особенно вот по Нью-Йорку, это, конечно, то, что, в принципе, предполагалось, но что это будет именно в таких объёмах, то, конечно, никто не ждал. И можно быть абсолютно уверенным, что сейчас, когда ураган закончится, будет очень много комментариев по данному поводу, и в том числе будут говорить про то, что нужно что-то делать с подготовкой к последствиям изменения климата. Ведь одна из версий связана с тем, что изменение климата будет усиливать меридиональное движение вот этих ураганов, то есть с юга на север. Раньше-то как-то они заворачивали больше на восток, а теперь они будут идти вдоль побережья. И чем больше они будут двигаться, то они как раз будут наносить ущерб самой густонаселённой части Соединённых Штатов. То есть у них получится, что... А есть аллея торнадо, это центральная часть, между опалачами и скалистыми горами, там идёт бассейн реки Миссисипи, Миссури, самые плодороднейшие земли Америки. И будут идти потоки, вот эти вот ливни, которые будут идти вдоль восточного побережья. Ну а тем временем Калифорния продолжает гореть. Там всё понятно, там всё горит. В одном месте засуха и всё горит, а в другом просто потоп и всё плывёт. Ну вот в том-то и дело. Это земля замкнутая система. И если где-то что-то убывает, значит, где-то что-то прибывает. И чем сильнее где-то убудет, тем в другом месте сильнее прибудет. Нагревается океан потихонечку. Вот для обывателя фраза о том, что там океан нагрелся на 0,7 градуса. Но это ни о чём. А вот если для... С точки зрения, когда начинаешь эти 0,7 градуса переводить в калории, калории потом в единицы энергии, в джоули, а потом ты считаешь, какая дополнительная энергия приходит в этот самый ураган, ведь они же создаются энергией океана. Вот тогда становится уже совсем не до смеха. И вот поэтому, в общем-то, понятно, почему в развитых странах с таким рвением сейчас говорят о том, что необходимо предпринимать усилия, которые, с одной стороны, на уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу, но уже всё больше и больше людей говорит, и специалистов, я имею в виду, говорит о том, что господа политики уже тут... Это, конечно, всё хорошо, если мы не будем гадить в атмосферу таким усердием, но сейчас нужно уже думать о том, как спасаться, что делать для того, как раз ливневая канализация. На прошлой неделе, ну да, на позапрошлой неделе, прошёл ливень над Хельсинки. Там тоже думали, что всё будет нормально, справимся, но там тоже несколько улиц было затоплено водой, и специалисты прямо сказали, телевизионщики приехали, всё это сняли, сказали о том, что, а что вы хотите, ливневая канализация не была рассчитана на тропические ливни над нашим северным городом. Но, слава богу, там есть много мест, те, кто знает, что там фактически Хельсинки, это как бы суперполуостров такой, изрезанный вокруг вода, то есть есть к воде куда быстро стекать. А когда, если вот в воде некуда стекать особо, или реальная дренаж, это только вот как наша Доугава, то в этом случае возникает очень серьёзный вопрос, что делать с излишней водой. Ведь, опять же, заметьте, Нью-Йорк-то находится, по сути дела, центр-то его находится на таком острове, не случайно этот остров Манхэттен, да, а вокруг тоже есть территории, которые не очень-то, прямо скажем, гористые. Я имею в виду именно вокруг центра Нью-Йорка. Дальше-то горы идут. Ну, в общем, собственно говоря, вот это очень серьёзный вопрос, который сейчас обсуждается и будет обсуждаться опять. У нас вот есть звонок слушателей, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. А мне вот интересно, когда архитекторы-строители строят дома, они думают, нет, у нас в Болдере, я видела, довольно дорогие дома с подземными гаражами. И вот просто идёт спуск. То есть, когда вот у нас тут были ливни, наверняка вода туда вниз затекала. Как вот это вот всё понять-то? Где строители? Ну, во-первых, это очень удобно. Земля дорогая ещё для парковки. Землю покупать для парковки. Поэтому делают вот так вот, делают спуск вниз. Значит, традиции делать парковку под домом, а дом ставить на сваях, это, конечно, было бы очень интересное решение, поднять дом на один этаж. Это, кстати, предлагал ещё никто иной, а как гуру современной архитектуры, сам великий Лекар-Бюзье сто лет тому назад. Он тогда как раз предложил строить дома на сваях, ну, именно для того, чтобы, а, обеспечить людям свободную возможность ходить под домами, при необходимости парковать там транспорт на свежем тоже воздухе. Да, ведь известно, что в гараже машина гниёт быстрее, чем просто под навесом на открытом воздухе, где она продувается и быстро высыхает. Очень важный момент. Ну, а с другой стороны, если у шпачи чаяния потоп наступит, то тогда, собственно говоря, первый этаж не затопит, потому что первый этаж – это просто столбы. Другое дело, что как это вы утеплите здание, где расположите лифты, лестницы, но это всё решаемо. И сейчас надо сказать, что сейчас, кто к идеям Лекар-Бюзье, сейчас начали так относиться с большим вниманием, потому что это один из вариантов решения проблемы. Дом на курьих ножках, так скажем, он хорош тем, что его фундамент – это как раз заглублённый в грунт вот эти сваи. И если идёт водный поток, он не подмоет, как вот обычный у нас под домами ленточный фундамент, ну, как такой периметр из бетона. Его легко подмыть. А вот эти сваи, заглублённые на метры, точнее даже на десятки метров, вглубь земли, и которые могут, допустим, в некоторых местах доходить до более твёрдых грунтов, это как раз то самое решение, которое обеспечит устойчивость дома, даже в условиях, если будут мощные водные потоки, они будут размывать наш песчаный грунт. Вот это, кстати, любопытная вещь, когда говорят о том, что смотрите, какие высокие дома построили на песке, ну, туда же, в ринге, да, хочется сказать, что нет, инженеры и проектировщики не дураки. Вы, когда вы строите высокий дом, у вас должен быть заглублённый фундамент. И чем глубже ваш фундамент уходит, то тем больше шансов, что он встанет на более твёрдые, более основательные, более высоконесущие грунты, породы, которые будут его держать. А то, что находится сверху, вот эта рыхлая масса, ну, как говорится, и пусть её. То есть, если уж что-то случится, грубо говоря, смыло газон, и там полметра песочка. От этого здание такое не развалится. Поэтому это очень серьёзный вопрос. Да, у нас ещё один вопрос. Здравствуйте. Анатолий, у меня такой вопрос к вашему специалисту. Я понимаю, что здание, которое стоит на ногах, удобно с точки зрения наводнения всего. А вот с точки зрения пожара, я понимаю, что там есть пожаротушение здания. Это одно, да? Если загорятся машины. И второе. А если будет теракт, то призронят машину со взрывчаткой, её взорвут, взорвут рядом машины. Взрыв в замкнутом помещении, скажем, если это территория, он усиливается в разы. Такой дом рухнет вместе с людьми. Как насчёт этого наши эксперты всё могут прокомментировать? Ну, вы знаете, я не занимался взрывом домов. Я занимался вопросом устойчивости сооружений в случае сильных землетрясений. Вот это было моё. Так вот, тут видите, весь вопрос какой. Что как раз свайные сооружения, это обычно сооружения, которые имеют мощный каркас. Технология предполагает. И технология предполагает следующее. В случае обрушения одной нескольких свай, вот этих вот ног, само здание, конечно, может разрушаться, но разрушаться не так, чтобы рассыпаться в груду кирпичей и похоронить там под собой всех и вся. А оно должно деформироваться и оставить шансы, что называется, уцелеть тем, кто даже будет находиться над зоной взрыва. Но в данном случае, в случае землетрясения, это подкошенные ноги подкосились, здание, конечно, там будет ломаться, перекрытие, всё, но это не будет носить характер тотального обрушения, когда всё складывается одно на другое. Вот в чём задача. Если уж пошёл разговор о разрушении гибели здания, то стоит задача спасти людей. И вот у людей должен быть шанс. Например, есть такой вариант, когда, например, в туалетах, ну, в ванных комнатах, вставляется, ставится дополнительный армированный каркас стальной, или, например, это может быть в спальнях. Смысл следующий, что в случае, допустим, удара, вот сейсмического удара, то вот несколько секунд достаточно, чтобы, условно говоря, сигануть в туалет ванну. И когда всё начнёт складываться, то вот эта ванна, это будет вот этот самый пустой вот этот вот ёмкость, капсула спасения. А ведь это изобретение, я просто очень хорошо помню фотографии Второй мировой войны, по-моему, в британских домах было очень популярно, кровать обносилась железной клеткой. И на тот случай, если будет ночной авиаудар, и люди не успеют убежать в убежище, или просто не услышат эту сирену, или внезапной. То есть в случае обрушения дома, это оставляет шанс, вот эта клетка на то, что люди, которые находятся в ней, будут спасены. Ну, вот именно. В принципе, я о таких вот технологиях услышал от японских коллег. Я тогда работал на Сафалине, мы с ними тесно контактировали. И они как раз и говорили о том, что, в принципе, разрабатывая свои вот эти вот конструкции, устойчивые для сильных землетрясений, как раз и рассматривается вопрос, сделать абсолютно все здание, оно станет бешено дорогим. Это только особые там учреждения, там, где строятся таким образом. А вот обыкновенный дом, достаточно сделать капсулу. Потому что, ну, в случае землетрясений у человека есть несколько секунд, ну, секунд пять, допустим, да. Сначала, когда начинает все трясти, здание еще по инерции стоит. И вот эти вот несколько секунд, это то время. Японцы тренируются вскакивать и прыгать вот туда, в эту свою капсулу спасения. Понимаете? Ну, они учатся и под стол прятаться. Потому что хорошо сделанный стол с металлическим внутренним каркасом тоже может быть вот этой капсулой спасения, да. То есть, если вопрос так уж стоит, то технологии есть. Нельзя сказать, что вот мы сидим и не знаем, что делать. Технологии есть. И я думаю, что, в принципе, я в Юрмале видел здания, которые тоже использовались элементы лекарь бюлизия. Например, возьмите очень известная вещь. Это лечебный центр Яункемери. Там у него кусок здания стоит вот на таких вот V-образных опорах. Ну, а вот, например, если посмотреть, то оно стратегически, оно все вот так вот построено на таких опорах. В Москве есть так называемый дом авиаторов, который стоит на таких вот опорах. И, кстати, тоже был интересный момент, что моделировали в случае сильного наводнения ничегошеньки этому дому не сделается. Ну, а то, что говорит слушайте о пожаре, о всяких вещах, то надо сказать, что и эти вопросы были решены еще стариком Лекарь Бюзье. Там могут быть специальные трубы, спуски для людей. В общем, собственно говоря, вопрос, этот вопрос отдельный и его можно осветить. Я что хочу сказать, что вот когда вот сейчас мы говорим, начали говорить о вот таких вот наводнениях, как в Нью-Йорке, да, это вот в Германии был очень тяжелая ситуация, в Японии сели. Это все вот события этого лета, да, и они не прекращаются. Но, конечно, с одной стороны, понятно стремление наших городских властей каким-то образом подключиться к общему движению. Но, с другой стороны, посмотрите, вот был этот проект сделать на улице Чака велодорожки. По идее, как бы хорошая идея. Кататься не на машине, а на велосипеде, особенно таким приятным летом, какое было у нас в этом году. Но сейчас уже, как пишут, одно из дорожек убирают, чтобы все-таки дать место и машинам, и общественному транспорту. Потому что эта улица, Чака, Мария, она, к сожалению, одна из достаточно важных автомобильных транспортных артерий города. И, да, вот жаль, что такая планировка, но так вот получилось. Столбики эти пресловутые, вот сейчас они стоят, ладно, к ним уже даже привыкать, начали даже шутить, перестали по поводу столбиков. Но пока они стоят, пока у нас сейчас будет осень. А случись зима, и выпадет снег, значит, по идее, как тоже говорили, эти столбики уберут. Ну, чтобы их не поломали снегоучистительные машины. Замечательная вещь. Но мы, допустим, в том же самом в асфальте, в гранитном булыжнике останутся отверстия от креплений. Туда попадет вода, и при первом же замерзании, а это у нас, пожалуйста, сколько угодно, по много раз за зимний сезон, эта вода с бешеной силой будет этот асфальт, а этот гранит колоть. Так что вполне возможно весной придется что, сверлить следующие дырки? То есть, с одной стороны, идея как бы хорошая, а с другой стороны, у этой идеи есть, так скажем, свои подводные камни, которых нет, например, если бы мы это делали в Испании. Ну да, климат другой. Допустим, город Таревьеха, чудесный на берегу, море поставить, там такие столбики, они там, кстати, стоят. Ну там снега никогда не выпадает, тому я помню до сих пор, солнечный день, колотун, плюс 10 градусов. Это зима, да? Зима, да. На Новый год чудесный урожай огурцов был, укропа, новые цветы розы, вот так вот встречали Новый год. Вот там столбики, так ура! У нас между тем продолжаются вот звонки, не прекращаясь. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, вы вернулись к воде, а я, если можно, разрушение тему затронули. Вот скоро дата, 11 сентября, Нью-Йорк, башня Близнецы. Вот интересно ваше мнение, господин Ранг. Все-таки, значит, вот разрушение, значит, был фильм Джульетта Пьеза, Кьеза, но депутат, что, ну, странно, они очень падали. Я, как бы, тоже когда-то был инженером-строителем, и вот ваше мнение, значит, по этому поводу, как вы считаете, все-таки нету там подоплеки, что это было, ну, такой, именно факт разрушения, говорящий о том, что нелогично они падали, то есть, вот так вертикально, так складывались, потом металл там горел. Ну, вы, наверное, смотрели этот фильм, там, двухчасовой, да? Спасибо. Спасибо. Ну, практика, которая, вот, была, я сразу в данном случае, как бы, опять возвращаюсь к своей исконной ипостаси, инженер-геолог, землетрясения мои, понимаете, тут следующий вопрос, чтобы здание начало падать на бок, ведь, естественно, у него должно с одной стороны сохраниться прочностная конструкция, с другой стороны она должна разрушиться, перестать нести. Следовательно, то тогда происходит наклон и здание рушится в том или ином направлении. С другой же стороны, ведь видели вы многочисленные, есть кадры, когда управляемые взрывы. Но есть еще одна вещь. Если самое слабое место конструкции или несущая конструкция это его сердечник, ну, в случае башни, и если разрушается сердечник, то башня, она вообще начинает как бы схлопываться внутрь. Тоже достаточно интересное явление с точки зрения физики разрушения. Знаете, есть такое слово, как это, бритва окама, не надо умножать версии сверхнеобходимого. Версия самолета, ну, опыты проводились, да, замерялась температура, которая может быть в результате опытов. это можно все найти тоже в интернете. Разные специалисты проводили, получали разные результаты. Есть один из вариантов, который можно сказать, что как бы устраивает и объясняет многое. Это вариант о том, что строилось все это достаточно, ну, не в расчете на то, что действительно будет попадание и будет какая-то серьезная авария. Знаете, ведь стоит вспомнить, что, да, все говорят о том, что, помните, бомбардировщик, американский бомбардировщик попал в высочайший в то время небоскреб США Empire States Building. Ну, и что, и ничего. Но стоит вспомнить, что Empire States Building, во-первых, попал не такой большой самолет, во-вторых, коснулся, он его как бы чирикнул, но самое главное, строили, когда Empire States Building, строили его, как я помню, в конце 20-х, начало 30-х годов, начале 30-х годов, когда, в общем-то, очень не боялись инженеры давать многократный запас прочности. Стали в Empire States Building очень много, потому что это стальная конструкция, обвешенная вот этими декоративными плитами. Тогда было много всяких нагрузок, и поэтому сама конструкция была гораздо мощнее. Здание башни Всемирного торгового центра, как мы знаем, строились гораздо позднее, уже после войны. По-моему, 70-е, чуть ли не 70-е. И тогда это был экономический кризис, говорилось, что как раз Международный торговый центр привлечет инвестиции, и мы знаем, что когда появляется какая-то вещь, какая-то стройка, когда надо срочно-срочно, то может быть проект и хороший. Кстати, обращали же внимание, что по сути дела это башни, это были конструкции центральные, в которых находились лифты, аварийные лестницы, в основном лифтовая система, а снаружи вот эти башни, они были как бы обшиты весьма слабой системой, то есть это не то, чтобы это была наружная стена, и еще в центре стоял бы вот этот вот, ну, как называют ядро, корм, вот, а получалось так, ядро есть, а снаружи что-то такое, вот помните эти пласты, прямо, знаменитая фотография, когда все рухнуло, вот эта обшивка, вот так вот торчит такими ужасными, но видно, что это она не имела несущей важной особенности, ну, как я бы читал, поэтому мне кажется, что это отдельная тема, и пройдет какое-то время, эмоции улягутся, и вполне возможно, что мы узнаем именно тех, кто, так скажем, тоже способствовал этому делу. Я хотел бы дальше продлить, потому что это у нас интересное изначально было. В Париже ограничение скорости вводят 30 км в час. Одна из мотивировок безопасность, но это понятно, вторая это сокращение атмосферных выбросов. Это тоже понятно, потому что это очень важный вопрос, вот сейчас, как мы видим, но дело все в том, что если одни уверяют, что чем медленнее едет машина, тем меньше она выбрасывает машину внутреннего сгорания углекислого газа в атмосферу, то их противники возражают. Представьте себе, вы едете на машине с оборотами в 3000 в минуту, на третьей скорости, на третьей передаче, это будет примерно 60 км в час, на четвертой 80 км в час, на пятой скорости 100 км в час. Вам нужно, допустим, проехать через Ригу 20 км. Это означает, что на третьей скорости вы будете ехать 20 минут, на четвертой 15 и на пятой скорости 12 минут. Количество выбросов зависит от количества циклов автомашин, от количества оборотов двигателя, ведь это же каждый цикл, это же сжигание топлива. Так вот и получается, что за 20 минут будет сделано 60 тысяч оборотов двигателя, а за 12 минут, например, 36 тысяч оборотов, чуть ли не в два раза больше. Отсюда делают вывод, что если вы хотите ехать со скоростью 30 км в час и быть экономичными, то вам нужно, чтобы у вас двигатель давал не больше 1600 оборотов в минуту. Автомобилисты, которые следят за своей машиной, они могут сейчас скривиться, потому что 1600 оборотов в минуту это как-то не очень хорошо для их моторов. И вот дальше возникает вопрос. Получится, что машины должны будут ехать через город на малой, сравнительно маленькой скорости, но при этом двигатели будут крутиться достаточно быстро. И таким образом количество углекислого газа в атмосферу над городом не уменьшится, а увеличится. дискуссия очень горячая сейчас идет. И опять же стоит вспомнить, вот, например, наши коллеги с радио Донской площади взяли интервью у еврокомиссара Домбровскиса. Он сидит в преселе, он все знает. И вот он сказал, что сейчас стоит задача сокращения выбросов, их нужно сократить на 50 с лишним процентов уже к 35-му 30-му году. И одна из вот этих вот систем это увеличенное налогообложение на топливо. В том числе и на уголь, и на газ, и на бензин, и на дизель. Налоги, господа, будут увеличены. И к этому нужно, как говорится, с одной стороны быть готовым, а с другой стороны Еврокомиссия будет думать, как компенсировать особенно самым бедным людям вот это увеличение налогов. Потому что что такое увеличение налогов? Это означает, что электричество, счета будут больше, счета будут больше за отопление, булка хлеба воздорожает, потому что ее тоже нужно выиспечь, а до этого зерно нужно убрать, а убирать будет компайн, который будет использовать, прошу прощения, не зеленое электричество от ветряков, а он будет использовать солярку. Это тоже будет все входить в стоимость той булки, которую вы купите, и молоко станет дороже, весьма дороже. И вот тут-то возникает серьезный вопрос. Наш еврокомиссар сказал, что они будут над этим думать, и это радует, что они будут думать, потому что понимают, что это в принципе может быть не принято общество. Он сказал, что эти меры должны быть приняты обществом, но общество может их и не принять, когда они начнут внедряться. И вот это очень серьезный вопрос, потому что, условно говоря, Европейский Союз сейчас напоминает вот то существо, которое открыло рот и хочет съесть больше, чем может проглотить. Вот это очень важный момент. Герман Греф, глава Сбербанка России, это чудовищная по размерам организация, она гораздо большими деньгами оперирует, чем, например, Газпром. Но про Газпром все знают у нас, а вот про Сбербанк как-то мало. Сбербанк это Сбербанк. Так вот, я хотел отметить, что Герман Греф, который считается в России таким экономическим либералом, он говорит о том, что переход на новую экономику обойдется в десятки и сотни миллиардов мировой экономики. Он нанесет ущерб России, потому что сократится продажа ее энергоресурсов. Но она не сократится кардинально, она сократится по разным подсчетам, даже печальным, где-то на 17%, может быть. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что он-то как раз начинает говорить о том, какая будет цена, и что сейчас уже нужно понимать, что вот эти новые мероприятия Европейского Союза, они ударят по карману простых россиян. Но вот я хотел бы услышать от европейских чиновников, какие реально удары могут обрушиться на нашу голову. Меня, прошу прощения, не очень в данном случае волнует, сколько потеряют жители Российской Федерации, хотя, в общем-то, волнует чисто по-человечески. Но в первую очередь хотелось бы узнать, сколько мы будем платить за газ, свет, за бензин и за продукты питания. Я думаю, что это волнует большую часть населения Европейского Союза. Я думаю, что не только ведь латвийцы пострадают, но понятно, что европейцы, и учитывая, ну вот, я к тому, что должно быть принято обществом, учитывая, насколько вот французы, например, достаточно умело могут защищать свои права и выходят на улицы, вспомним там эти желтые жилеты и так далее. Ну, то есть, вот, насколько действительно понимают ли руководство Евросоюза, что в случае каких-то затягивания поясов, может быть, действительно, это принять протесты массовый характер, потому что не затронут абсолютно самые широкие слои общества. Разумеется, вот смотрите, последняя новость по этой минувшей неделе, из Швеции пришла эта новость о том, что там будут вводить в ряде коммун специальный налог на электричество, то есть, электричество в отдельные часы будет стремительно дорожать. Причина очень простая, там люди достаточно большой процент купили электромобили, и они подключают, когда приезжают с работы, возвращаются домой, подключают эти электромобили для того, чтобы заряжаться домашним электричеством. К чему это приводит? Это приводит к тому, что сети валятся, они не в состоянии эти сети обеспечить такое количество энергопотребителей одновременно, ведь это же, прошу прощения, не смартфон зарядить. Тем более, вечером все возвращаются домой, это работающие чайники, это работающие телевизоры, свет, естественно, в доме, да, то есть, как раз это самые такие пиковые, я понимаю. Вот в том-то и дело, и получается, что уже не успели мы, как говорится, вкусить плодов свежего воздуха и снижения углекислого газа, а уже теперь наши светские соседи уже теперь взвывают, и, кстати, эту статью перепечатали финны, финской газете, вечерняя газета Инна Санумат, по-моему, они опубликовали и комментарии очень интересные о том, что о чем мы тогда думаем, что собираемся уменьшать энергопроизводственные мощности и отказываться от закупок электричества, если такая будет складываться печальная ситуация, потому что, к сожалению, вечером солнце уже закатывается и солнечные батареи не дают нужного количества электричества, а ветряки, вот иногда ветер не дует, а в Швеции амбициозная программа полной ликвидации атомной энергетики, и возникает следующий вопрос, уголь откажемся, от атома откажемся, больших рек нету, чем, как говорится, ветряками и солнечной электроэнергии не вытягивает, и возникает вопрос, господа хорошие, вы раньше это продумать не могли, так что, я думаю, что у нас будет еще много вопросов, и много тем, связанных с этими мероприятиями. Спасибо большое, Константин Рангс, программа Климат-контроль, до следующей пятницы.